Тегеранские руководители И многие иранцы говорят, мы стали думать о нем лучше, когда он отказался закрыть нашу ядерную программу. Он настоящий мужчина и держит слово. Тегеранские руководители 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 Иначе говоря, задолго до нынешнего кризиса экономическое положение фантастически богато энергоносителями страны ухудшалось с каждым годом. Иран, зарабатывая огромные деньги на экспорте нефти, страдает от безработицы, инфляции, стагнации и не развивается. Аяталлах Амейни желал видеть многодетные семьи, потому что ему нужны были солдаты для войны с Ираком. В результате каждый год появляется миллион лишних рабочих рук, для которых нет работы. Нынче просят не рожать. Усилия по снижению рождаемости при поддержке исламского духовенства привели к тому, что прежде женщина в среднем имела шестерых детей, теперь двоих. Сегодня детям Иранской революции давно за 20. Но им придется подождать, пока они смогут полноценно участвовать в социальной и экономической жизни страны. Они не в состоянии получить работу, и у них нет денег, чтобы завести семью. Вот ситуация с мужчинами в возрасте до 30 лет. Только трое из пяти нашли работу, только двое из пяти женаты, только двое имеют собственное жилье. Жизнь после исламской революции не стала лучше. А Эталу Хамейни это не беспокоило. Он высокомерно говорил, мы не для того совершали революцию, чтобы снизить цены на Дыне. Наследники Хамейни не чувствуют себя столь же уверенно. Власть больше всего боится массового возмущения и городских мятежей. Пытаясь снять напряжение, она делится с народом нефтедолларами. Распорядиться огромными деньгами так, чтобы экономика развивалась, в Тегеране не умеют. Но нефтедоллары позволяют держать низкие цены на многие товары. От сахара, хлеба и чая, до лекарств, электричества и бензина. На это уходит примерно 100 миллиардов долларов в год. Нефтяные деньги создают особую атмосферу в обществе, которая живет сладкими мечтами. 80% экономики контролируется государством. Большинство иранцев состоит на госслужбе. Иранцы полагаются на правительство и жаждут только одного – получить свою долю нефтяных денег. В связи, знакомство среди власти мущих важнее желание и умение работать. В такой коррупционной инертной среде людям энергичным и дыровитым трудно реализоваться. Иран возглавляет список стран, из которых люди бегут. Каждый год страну покидают от 150 до 180 тысяч человек. Утечка мозгов губительна, потому что уезжают образованные и энергичные люди. КОНЕЦ В Иране 25 официальных выходных. Это в два раза больше, чем в среднем в мире. И разумеется, в исламском государстве отдыхают вторую половину четверга и пятницу. Так что в году остается всего 220 рабочих дней. А если еще учитывать низкую производительность труда? Общество верит в то, что государство, владея мешками нефтяных денег, в состоянии решить все проблемы. Ахмаде Нижада избрали президентом, потому что он обещал подать нефтяные деньги к столу каждого иранца. Выяснилось, что на нефтяные деньги можно только закупать продовольствие за границей. А это ведет к упадку собственного сельского хозяйства. В результате сидящие за нефтяным столом тоже теряют работу. Иран покупает примерно четверть необходимого продовольствия. Не только экзотические фрукты, но и пшеницу, кукурузу, рис, сахар, картофель. В конце 90-х тогдашний иранский президент Мохаммад Хатами и его сторонники подумывали о реформах, необходимых для страны. Но ничего не получилось. Вместо реформ – распределение нефтяных денег и более жесткий контроль за выборами. Парламент в Иране появился под влиянием соседней России, где царь в результате Первой русской революции разрешил Государственную Думу. Парламент наделен правом утверждать министров, проверять работу исполнительной власти, в том числе расходование денежных средств. У депутатов большие права. И горе тому министру, которого они критикуют. Парламент в любой момент может вынести вотом недоверие любому министру, но никто не вправе распустить парламент. На выборах труднее всего не симпатии избирателей завоевать, а добиться, чтобы тебя зарегистрировали кандидатом в депутаты. Сомнительных с точки зрения власти кандидатов отсекает Совет по охране Конституции, половину которого составляют богословы – фатихи. В результате три четверти депутатов – это бывшие сотрудники спецслужб или офицеры корпуса стражей Исламской революции. Иногда кажется, что фундаменталисты твердо держат в руках страну. Это не совсем так. На выборах в 2008-м сторонники реформ на четверть увеличили свое представительство. Получили 48 мест из 290. Примерно столько же реформистов объявили себя независимыми кандидатами и тоже завоевали места в парламенте. Слабое место сторонников реформ – отсутствие привлекательной экономической программы. Они говорят только о политических свободах. Поэтому и уступили Ахмадине Жаду с его обещанием «Я подам нефтяные деньги на стол каждого иранца». Нефтяносные поля Ирана истощены. Добыча падает почти на 10% в год из-за плохого управления. А Иран сам потребляет много бензина и других нефтепродуктов. Цены субсидируются, так что зачем беречь дешевое топливо? Энергоемкость иранской промышленности в 15 раз выше японской, в 10 раз выше европейской и в 8 раз выше американской. Устаревшая техника и технология приводят к огромным потерям энергии. Тепло просто уходит в воздух. Каждый год в нефтяную промышленность нужно вкладывать примерно 2 миллиарда долларов только для поддержания добычи. 9-10 миллиардов нужны для увеличения добычи. Но нет денег для инвестиций, не все доллары растрачиваются впустую. А мировые компании не спешат вкладывать деньги в Иран. Иранская деловая элита недовольна политикой Ахмадинежада, считая, что он пустил по ветру национальное богатство страны. Денег не хватает и на ядерную программу. В этом тоже винят Ахмадинежада. Конечно, деление иранской элиты на радикалов и умеренных, фундаменталистов и прагматиков весьма условное. Ахмадинежада Ахмадинежад против компромиссов. Целое столетие нефть была и главным врагом иранской демократии, и главным союзником. Нефть – это вампир демократии. Она подрывает разумное политическое устройство, потому что делает слишком сильным государственный аппарат и высшее чиновничество. Эпидемия коррупции на всех уровнях создала такую атмосферу, в которой взятки в обмен на политические или экономические привилегии стали нормальным делом. Но одновременно экспорт нефти помог сформироваться среднему классу, который нуждается в демократии. На нефтяные деньги получили образование, в том числе в лучших университетах мира, тысячи иранских технократов. А это – троянский конь демократии. Коррупция позволяет богатым противникам режима покупать себе что-то вроде свободы. Большие деньги меняют даже радикалов. Командиры корпуса стражей исламской революции демонстрируют завидный достаток, хотя это противоречит пуританским нравам исламского государства. По мере того, как стражи революции богатеют, они все больше заинтересованы в том, чтобы права собственности стали священными. В Иране сформировался целый класс бывших революционеров. Они занимают видные должности и озабочены собственным благосостоянием. Лидер этой группы – бывший президент Акбар Хашемей Рафсанджани. На публике чиновники среднего уровня демонстрируют свою набожность и лояльность, а в частных разговорах критикуют режим. Когда Ахмаденижат произносит речи против экономической мафии, это он целится в Рафсанджани и его сторонников. Пока росли доходы от нефти, росли и возможности удовлетворять аппетиты различных олигархических групп. С падением цен на нефть уменьшилась и казна. Полная неграмотность президента Ахмаденижата в экономике усугубила трудности в стране. Он постоянно повторяет, что экономикой страны может руководить только 12-й имам, тот самый, который исчез 6-летним мальчиком больше тысячи лет назад, и возвращение которого ждут все шииты. А пока Ахмаденижат пытается сам руководить финансами и экономикой. Его распоряжение сократить процентные ставки едва не разрушило банковскую систему. Его заявление о том, что биржа – это азартная игра, запрещенная исламом, привело к тому, что рынок ценных бумаг упал на треть. Его разговоры о преимуществе государственного сектора закончились полным нежеланием частных инвесторов вкладывать деньги в собственную экономику. Президент Ахмаденижат ловко уходит от ответственности за внутренние социальные и экономические проблемы, сваливая все на Запад, Соединенные Штаты и Израиль. Это находит отклик в стране, где говорят, «Да, в нашей жизни мало что изменилось, но это не имеет значения. Мы, иранцы, должны держаться вместе и бойкотировать западные товары. Мы не позволим западному миру диктовать Ирану, что нам делать». Иран считает себя великой региональной державой. Таковы национальные амбиции еще со времен Шаха. Иран желает, чтобы соседи признавали его первенство и значимость. Поэтому иранцы хотят, чтобы американские войска ушли из региона и не мешали им доминировать в Персидском заливе. Тем более, что обстоятельства складываются так удачно. Два главных врага Ирана устранены – талибы в Афганистане и режим Саддама Хусейна в Ираке. Только иракская армия могла противостоять иранской. Иранцам ненавистна изоляция от внешнего мира. Иран мечтает участвовать в мировых делах. Он хочет, чтобы его замечали, чтобы его мнение принимали во внимание. Иранцы по-своему наслаждаются вниманием американцев. Это свидетельствует о значимости страны в мировой политике. На этом и строит свой расчет в администрации Барака Обамы, пытаясь заново выстроить отношения с Тегераном. Камень преткновения – ядерная программа. Считается, что страна уже 20 лет пытается создать ядерное оружие. Иран располагает группой хорошо подготовленных ученых, лабораторной базой, расщепляющимися материалами. Об этом позаботился еще Шах. Хамени, придя к власти, прекратил было ядерную программу, считая, что ядерное оружие несовместимо с исламом. Его соратники и наследники не такие пуристы. Мир по-разному относится к перспективе появления ядерного оружия в Иране. Европейские страны полагают, что им нечего бояться. Иран не решится ударить по натовской стране, прикрытой американским зонтиком. Соединенные Штаты – самый яростный противник иранской ядерной программы. Попытки дипломатическим путем остановить разработку ядерного оружия не возымели успеха. Совет безопасности ООН принял три резолюции. Но самые жесткие санкции, на которые согласился Совет безопасности, это запрет на выезд за границу высших чиновников Ирана, замораживание активов, связанных с ядерной программой, запрет на продажу техники двойного назначения, эмбарго на иранский военный экспорт, инспекция внушающих сомнения объектов, запрет на обучение иранцев в ядерной сфере. Эти санкции не мешают продолжению ядерной программы. Более жесткие меры Совет безопасности, где существуют разные точки зрения, принять не в состоянии. Иран всегда может положиться на две страны, которые заседают в Совете безопасности – Россию и Китай. Китай заинтересован в экспорте в Иран и в покупке нефти. Россия сама продает Ирану ядерные технологии и оружие. Да и вообще все члены Совета безопасности, кроме США, заинтересованы в торговле с Ираном. Огромные запасы нефти позволяют Исламской Республике успешно противостоять геополитическому, экономическому и культурному воздействию внешнего мира. Не ясно, удастся ли чего-то добиться Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. Пока что президенты Соединенных Штатов шли от одной неудачи к другой в отношении к Сырану. Самым подходящим партнером казался Мохаммад Джавад Хатами, которого избрали президентом Ирана 23 мая 1997 года. В иранской политике нет либералов. Но Хатами, по крайней мере, не был твердолобом. Хатами хотел, чтобы к Ирану перестали относиться как к дьявольскому государству, а воспринимали его как нормальную страну со своими недостатками, которые стараются исправить. Казалось, политика Ирана меняется. Мохаммада Хатами в дипломатическом корпусе в Тегеране окрестили Айатала Горбачев. Президент Билл Клинтон хотел использовать такую возможность. Закрыли глаза на то, что Иран покровительствует террористам, что аппарат госбезопасности в руках исламских священнослужителей, которые ненавидят всех неверных, что Иран желает иметь ядерную бомбу. Тайное сотрудничество Ирана и Соединенных Штатов возникло на почве борьбы с общим врагом. Иран – такой же враг афганских талибов, аль-Каиды и осамы бен Ладена, как и американцы. «Мир не приемлет то, что талибан совершает от имени ислама», сказал Али Хаминнии. «Мы вообще не знаем, насколько они осведомлены в исламе». Пятая часть населения Афганистана, среди них хазарейцы, – это шиит, а талибы – сунниты. Иранцы не хотят, чтобы шииты в Афганистане оказались под властью суннитов, а Иран лишился своего влияния на афганские дела. Поэтому Иран вместе с Россией и Индией помогал Северному Альянсу противникам талибов. В 1998 году едва не разразилась настоящая война между талибами и Ираном. 78 иранцев пропали в Афганистане, из них 11 дипломатов. Выяснилось, что талибы их просто убили. Иран стянул границы войска. После терактов 11 сентября 2001 года американцы первый удар нанесли по талибам в Афганистане, потому что там нашли убежище Осама Бен Ладен и его боевики. Иран торопил американцев с началом военной операции. Иранские представители даже привезли на секретную встречу в Женеву свои карты Афганистана, чтобы показать американцам наиболее важные цели, которые должны быть уничтожены авиацией в первую очередь. Когда передовая группа ЦРУ прибыла в Панжерскую долину в октябре 2001 года, американцы обнаружили, что иранские стражи исламской революции уже здесь и ведут борьбу против талибов и аль-Каиды. В начале 2002 года, когда люди Осама Бен Ладена бежали из Афганистана, Иран задержал 290 боевиков аль-Каиды и передал их Египту, Саудовской Аравии и Пакистану, которые тесно сотрудничают с американцами. После разгрома Саддама Хусейна Иран был готов идти на уступки и сговариваться с американцами. В Тегеране были смертельно испуганы тем, с какой легкостью американская армия сокрушила вооруженные силы Ирака, с которым Иран безуспешно воевал 8 лет. В 2004 году высший руководитель исламской революции Али Хамении впервые за 27 лет сказал, что Иран может вести переговоры с Соединенными Штатами. Никогда еще иранские мулы не чувствовали себя такими уязвимыми. От страха Иран приостановил исполнение ядерной программы. Когда 1 мая президент Джордж Буш на борту авианосца Авраам Линкольн провозгласил, миссия завершена, в Тегеране спешно подготовили свои предложения американцам. Они были одобрены высшим руководителем исламской революции. Американцы попросили швейцарского посла в Иране Тима Гудимана передать предложение Вашингтону. Они выложили на стол все, что могли предложить. Иранцы обещали прекратить помощь палестинским боевикам из Хамас и исламского джихада и надавить на них, чтобы они прекратили теракты против Израиля. Ливанскую Хезбалу обещали разоружить и превратить в чисто политическую партию. Иран обещал сражаться с Аль-Каидой и помочь в стабилизации положения в оккупированном Иране. А также полностью открыть свою ядерную программу для международного и, прежде всего, американского контроля. В обмен Иран желал полного восстановления отношений, снятия всех санкций, уважения интересов Ирана в регионе. Государственный секретарь Колин Пауэлл и советник президента по национальной безопасности Кандализа Райс были готовы начать с иранцами новую игру. Против были вице-президент Дик Чейни и министр обороны Дональд Рамсфелд. Мы не разговариваем со злом. В тот момент, после свержения Саддама Хусейна, Соединенные Штаты пребывали на вершине своего могущества. Предложение Ирана – признак слабости. Вслед за Ираком и другие страны региона станут свободными и демократическими. Ответа из Вашингтона не последовало. В Тегеране восприняли это как оскорбление. Похоже, администрация Джорджа Буша-младшего упустила благоприятный момент. В Тегеране увидели, что американцы завязли в Ираке, на вторую военную операцию против Ирана не решаться и успокоились. Намерили сейчас Иран идти на уступки. 90-е годы, когда прежний президент Мохаммад Хатами пытался делать шаги к демократии, были временем относительной стабильности на Ближнем Востоке. И молодые иранцы жаждали социальной и политической свободы. Теперь, когда соседний Ирак раздирает хаос, иранцы больше жаждут стабильности дома, чем свободы. Иранцы хотят, чтобы страна была крепкой и сильной, чтобы их страну не постигла судьба Ирака. Иранцы гордятся своими возможностями диктовать условия партнерам. Ведь иранцы всегда воспитывали в сознании собственного превосходства. Им нравится противостоять Соединенным Штатам. Наша цивилизация значительно выше. Нам незачем оглядываться на страну, которая существует всего 200 лет. Удачная игра иранской футбольной команды за рубежом воспринимается как общенациональный праздник и политическая победа ислама над его врагами на Западе. Для иранцев создание ядерного оружия – вопрос национальной гордости. Первая супердержава Древнего мира не может отставать от других стран, которые уже обзавелись бомбой. Так что же произойдет? Первое предположение. Ирану в любом случае не позволят иметь ядерное оружие. Разрешили только Индии и Пакистану. Остальным странам, имевшим свои ядерные программы, пришлось от них отказаться. Президенты Израиля Шимона Переса спросили, что он думает об угрозе президента Ирана стереть еврейское государство с лица земли. Перес хладнокровно ответил – Иран тоже можно уничтожить. Весной 2007 года Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов обнаружило в пустыне на востоке Сирии в Эль-Кибаре ядерный реактор. Поначалу у аналитиков были сомнения – не электростанция ли это, или объект по опреснению воды. Но на фотографиях со спутника объект, как две капли воды, походил на реактор в Северной Корее, в Йонбене. 6 сентября 2007 года сирийский объект, который сочли ядерным реактором, был уничтожен. Надо понимать, что военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетно-бомбовый удар. Обычно Сирия возмущается, когда вражеские самолеты нарушают ее воздушное пространство, жалуются в Совет Безопасности ООН, требуют наказать агрессора. На сей раз поразительным образом сирийские власти сделали вид, что ничего не произошло. Наверное, в Дамаске не хотели привлекать внимание к своей ядерной программе. После успешной атаки на объект в Эль-Кибаре, вновь заговорили о возможности уничтожения ядерной программы Ирана. Начальника Генштаба Дана Халутца, военного летчика и сына эмигрантов из Ирана, на пресс-конференции в январе 2005 года спросили, как далеко готов зайти Израиль, чтобы остановить иранскую ядерную программу. На 2000 километров, ответил генерал Халутц. Это расстояние, разделяющее Иран и Израиль. У израильской авиации есть опыт уничтожения иракского реактора, что поставило крест на иракской ядерной программе. Президент Ирака Саддам Хусейн в 1975 году прилетел в Москву и попросил поделиться ядерными технологиями. Но советские руководители никому не хотели давать ядерную бомбу. Саддам наведался в Париж. Переговоры с ним вел тогдашний премьер-министр Франции Жак Ширак. Он не удивился желанию нефтедобывающего Ирака обеспечить страну ядерной энергией и увидел в предложении Саддама исключительно выгодный контракт. В ноябре 1975 года французы подписали секретные соглашения о поставке атомного реактора, ядерного топлива, обогащенный уран и обещали прислать специалистов. Разумеется, речь шла исключительно о мирном атоме. И также, совершенно естественно, иракцы попытались превратить мирный атом в военный. Когда стало ясно, что Саддам Хусейн создает ядерное оружие и, возможно, близок к цели, серьезнее всех эту информацию восприняли в Израиле. Израильтяне имели все основания полагать, что когда Саддам создаст ядерное оружие, оно будет пущено в ход против еврейского государства. Правительство решило разбомбить реактор до того, как он будет введен в действие, чтобы не погибли рабочие и ученые. Для атаки были разработаны бомбы, которые должны были взорваться через долю секунды после того, как они пробьют крышу реактора. Бомбы должны были наводиться по радиомаяку, который следовало установить внутри реактора. МОСАДу удалось завербовать французских рабочих, которые пронесли на тщательно охраняемую стройку радиоустройства. За три дня до намеченного срока МОСАД сообщил, что радиомаяк установлен. Утверждает, что израильские летчики получили от иранцев фотографии и схемы ядерного объекта. За месяц до этого иранцы навстречу во Франции просили израильтян уничтожить реактор. Они поделились опытом своей неудачной атаки на реактор Азирак 30 сентября 1980 года. Иранцы даже предложили в случае необходимости разрешить израильским самолетам вынужденную посадку на аэродроме в Тебридзе. Начальник генерального штаба армии обороны Израиля генерал Рафаэль Эйтан беседовал с каждым из летчиков, отобранных для операции. Он откровенно говорил, если с вами что-то случится, и вы попадете в плен, мы ничем не сможем помочь, но на чашу весов поставлена судьба народа и страны. 7 июня 1981 года в половине шестого утра шесть штурмовиков F-15 с бомбами на борту и сопровождавшие их восемь истребителей F-16 взлетели и взяли курс на восток. Они пролетели над территорией Иордании, там все отдыхали по случаю воскресенья, Саудовской Аравии. Саудовцы купили у американцев самолеты дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС, но все равно не засекли израильские самолеты. И незамеченными вошли в воздушное пространство Ирака. Соблюдая радиомолчание, они долетели до цели и один за другим спикировали прямо на ту точку, под которой находилась активная зона реактора. Они сбросили шесть бомб, две не взорвались. Но достаточно было всего одного удара в сердце реактора. С Ираном ситуация иная. Израиля эта операция не под силу, слишком далеко. Самолеты будут нуждаться в дозаправке, но ни одна страна в регионе. Даже те, что смертельно боятся Ирана, не позволят воспользоваться своей территорией. Уничтожить иранские ядерные объекты могут только Соединенные Штаты. У них есть база в регионе и авианосцы. Но едва ли это осуществимо технически. В Ираке был один реактор, уничтожение которого поставило крест на ядерных амбициях Саддама Хусейна. Иранцы учли его опыт. Ядерные объекты рассоведоточены по всей стране. Американские разведчики, как и инспекторы МАГАТЭ, не уверены, что знают все адреса. Информация, получаемая из Ирана, говорил журналистам один из руководителей американской разведки, свидетельствует о том, что они пытаются превратить одну из своих ракет в носитель ядерного оружия. Разумеется, нам известно, где находятся основные ядерные объекты, которые инспектирует МАГАТЭ. Существуют ли другие объекты, о которых нам неизвестно? Ты не можешь знать того, что тебе неизвестно. Как изменится политика Ирана, когда он обретет ядерную бомбу? Многие иранские лидеры фанатики только на словах. Когда речь идет о собственном благополучии, они ведут себя на редкость прагматично. Они хотят получить ядерное оружие, как гарант безопасности от любого врага, а не для того, чтобы вести ядерную войну. В конце концов, иранские руководители мечтают доминировать в исламском мире, а не на кладбище. Разница между словами и делами – дело обычное. В Тегеране прилагают особые усилия для того, чтобы реальные намерения иранцев оставались непонятными. Это тоже традиция. Быть откровенным – значит разоружиться. Иностранцы не должны понимать, как ведутся дела в Иране, к чему здесь стремятся. Чем меньше иностранцы понимают, тем безопаснее ощущают себя иранские руководители. Когда президент Ирана Ахмадинежат отрицает Холокост, уничтожение евреев нацистами в годы Второй мировой войны – это хорошо рассчитанная провокация. Президент и его окружение исходят из того, что возмущение Израиля, американской и европейской общественности только поможет сплочению арабов и мусульман вокруг Ирана. Это исключает любую критику Ирана со стороны арабских стран. Впрочем, помимо прагматиков, в Тегеране есть и другие вожди. Шиитское духовенство, которое плохо представляет себе жизнь за пределами собственной страны, считает своим долгом защищать народ от внешних врагов. Все, что происходит в мире, кажется, мулам, одним большим заговором против Ирана и их власти. Некоторые шиитские священнослужители исходят из того, что приближается апокалипсис и ведут себя соответственно. Получив ядерную бомбу, они вовсе не успокоятся. Они не рассматривают это оружие как средство сдерживания, которое дает уверенность в собственных силах. Для них это исполняющее все желания волшебная палочка, силу которой не терпится испытать. ВОЛШЕВНАЯ МУЗЫКА ...значат разоружиться. Иностранцы не должны понимать, как ведутся дела в Иране, к чему здесь стремятся. Чем меньше иностранцы понимают, тем безопаснее ощущают себя иранские руководители. Когда президент Ирана Ахмадинежат отрицает Холокост, уничтожение евреев нацистами в годы Второй мировой войны это хорошо рассчитанная провокация. Президент и его окружение исходят из того, что возмущение Израиля, американской и европейской общественности только поможет сплочению арабов и мусульман вокруг Ирана. Это исключает любую критику Ирана со стороны арабских стран. Впрочем, помимо прагматиков, в Тегеране есть и другие вожди. Шиитское духовенство, которое плохо представляет себе жизнь за пределами собственной страны, считает своим долгом защищать народ от внешних врагов. Все, что происходит в мире, кажется, мулам, одним большим заговором против Ирана и их власти. Некоторые шиитские священнослужители исходят из того, что приближается апокалипсис и ведут себя соответственно. Получив ядерную бомбу, они вовсе не успокоятся. Они не рассматривают это оружие как средство сдерживания, которое дает уверенность в собственных силах. Для них это исполняющее все желания волшебная палочка, силу которой не терпится испытать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok